Друзья, всем привет! Мы в Декантере и мы продолжаем говорить о самых интересных, самых новых, самых свежих направлениях не только в виски и крепких напитках, но и в вине. Сегодня мы затронем такую важную, интересную и в общем-то тему, которая будоражит много умов виски любителей, российское виноделие и сегодня у меня в гостях необычный гость винодел Олег Репер. Олег, добрый день! Всем добрый день! Очень рад быть в гостях в этом замечательном месте и с удовольствием отвечу на ваши вопросы, прокомментирую, расскажу как и что мы делаем и собственно почему мы занимаемся виноделием. Да, именно в общем-то об этом мы поговорим. Российское виноделие вызывает много эмоций, много, так сказать, информации, попадает в головы на рынке и умы винолюбов, попробуем в этом разобраться сегодня и разложить все по полочкам. Как правильно вы начали, хотелось бы узнать с чего все началось. Ну, началось достаточно все просто, потому что я из обычной простой семьи, родился в России, в Пенинской области, но родители переехали в Крым-Севастополь, когда мне было 4 года и всю свою сознательную жизнь я провел на юге, в крае, где растет виноград, где производят вино и в принципе эта культура, она с детских лет тебя как-то окружает. Нас в школе посылали на уборку винограда вместо того, чтобы собирать картошку, а когда уже стал постарше, просто сам процесс виноделия, он уже как-то меня увлек, заинтересовал и таким образом сложилась моя судьба, что я окончил профильный вуз, Киевский университет пищевых технологий и с 98 года занимаюсь виноделием, то есть это по сути вся моя жизнь, кроме как делать вино я больше ничего не умею. То есть, в общем-то, не было другого направления, все было заложено еще в детстве и... Не, направлений, конечно, было масса, ты мог выбирать и одно, и второе, и третье, но вот мне понравилось виноделие, виноградная лоза, то, как происходит рождение самого вина, это очень увлекательный, интересный процесс, плюс большая история крымского виноделия, да, которая тянется еще там с царских времен, исторические наши такие предприятия известные винные с именем и с историей Массандра, Инкерман, Новый свет, князь Голицын, то есть это все тебя окружало в каких-то историях, ты читаешь информацию, видишь, эти бутылки на полках, поэтому как-то так, просто понравилось именно это направление. Мы прекрасно понимаем, что, наверное, 20-25 лет назад, в общем-то, это была такая новая история, новая волна виноделия, на начальном этапе не было бы, не было ли у вас, ну, скажем так, такого информационного скепсиса сразу, то есть не отговаривали ли, не говорили, ну, зачем этим заниматься, можно, там, не знаю, дороги строить, дома, а вот виноделие? На самом деле, 25 лет назад виноделие представляло, тогда Крым был Украиной, и тогдашнее крымское виноделие, это было типичное вот продолжение советской истории, то есть были крупные хозяйства, большие, было четкое разделение на заводы первичного виноделия, на заводы вторичного виноделия, одни выращивали виноград, делали виноматериал, вторые его разливали по бутылкам, то есть речи о частном виноделии не было вообще, не было ни одного примера, ни одного хозяйства такого небольшого, кто бы там в таком европейском формате занимался вином, производством вина именно как небольшое винодельческое предприятие. И старт моей карьеры, он как раз происходил именно в таком советском типичном формате. Первое место работы тогда это был совхоз Венесов-Перовской, то есть я туда пришел, и вот классический пример завода первичного виноделия. В процессе своей профессиональной деятельности, когда уже ты накапливаешь какой-то опыт, базу, я понял, что если хочешь делать что-то хорошо и правильно, нужно контролировать весь процесс от начала до конца. Выращивать лозу, производить вино, ну и в идеале еще и управлять продажами, потому что это очень важный момент. И как раз это были уже там середина 2000-х годов, как-то уже начало все меняться, какие-то появляться хозяйства новой волны. Приехал к нам в Севастополь наш мой хороший друг и знакомый Павел Швец, и тоже вот с таким воодушевлением купил землю, говорит, все, я буду создавать здесь виноделическое хозяйство. И вот с этого, в принципе, все и началось. То есть, в общем-то, можно сказать, что вы наряду или с несколькими виноделами, или были первыми новаторами, в общем-то, которые, скажем так, отделили частное производство полного цикла, контроля цикла от больших понятных производств, в общем-то, которые сосредоточены, наверное, больше на количестве, чем на качестве. Да, совершенно верно. Так и было. Было тяжело, потому что мы действительно, мы начинали первые. И, в принципе, вот на тот момент таких вот предприятий новой волны, их было три. То есть, собственно, Павел Швец, компания Сатера с Виномесе, и мой проект, который я сразу назвал собственным именем, авторский Олег Репин, поэтому, наверное, до начала десятых годов больше никого не было, были только мы трое. Ну, видите, друзья, мы теперь точно знаем, с чего все начиналось, откуда вести отсчет и начальную точку. Если вы еще не подписаны на телеграм-канал и социальные сети Декантера, обязательно подпишитесь сейчас. Мы говорим все самое свежее, все самое интересное, обсуждаем темы, которые сейчас на слуху, и, в общем-то, только правда. У меня тогда возникает вопрос, бытует такое мнение, и, в общем-то, когда ты приезжаешь на винодельню, общаешься с виноделом, что человек, который производит вино, он является, грубо говоря, таким, скажем так, вектором, олицетворяющим в вине себя. Я понимаю прекрасно, что есть таруарные особенности, есть технические сложности. В общем-то, винодел зависит от урожая, но есть ли у вас прямая проекция от вас к вашим винам, как вы считаете? Или это, ну, скажем так, такой процесс духовный больше, и вы не ассоциируете стилистически ваши вина? Смотрите, у французов есть такое понятие таруар, который включает в себя весь комплекс климатических факторов, которые влияют на то, что мы потом получаем в бокале. Почва, особенности климата, количество осадков, экспозиция участка, там, как она расположена по отношению к сторонам света, какое количество солнечной инсоляции попадает на листья, на ягоды. То есть все эти нюансы, они потом влияют на конечный продукт. И французы первые ввели вот этот термин таруар, который как бы объединяет совершенно разные факторы, которые потом обеспечивают то или иное качество вин. Вот. И французы же считают, что человек является частью таруара. Потому что просто посадить виноградную лозу и перестать за ней ухаживать, она не вырастет. Она погибнет, ее там начнут уничтожать всякие сорняки, вредители и все такое. А человек за ней ухаживает, культивирует, обеспечивает определенную агротехнику и, соответственно, получает урожай. Поэтому, безусловно, отпечаток личности, он всегда в вине присутствует. То есть это такой, ну, многие говорят, стиль там винодельни. Но для меня на первом месте всегда это земля, всегда это место, где рождено вино. Поэтому как бы мне кажется, что человек должен помочь раскрыть тот потенциал, который создала и подарила природа, чтобы максимально этим как бы воспользоваться и донести это до наших гостей, до потребителей в бутылке, в бокале вина. Поэтому мы к этому таким образом относимся. То есть вы некая часть вот этого большого такого конгломерата особенностей, как таруар? Да, часть таруара. Потому что мы, ну, не родился, но я долго прожил на этой земле. И мне хочется показать, что наша земля тоже уникальна. Она тоже позволяет производить интересные вина и радовать наших людей этими винами. Мы затронули такую щепетильную тему. В общем-то, наверное, в связи с определенными движениями и, как вы правильно заметили, уже сложившимся определенным историческим событием, скепсис к российскому виноделию был достаточно высокий. На начальном этапе мы прекрасно понимаем, что, в общем-то, на каком-то этапе времени российское виноделие, оно вызывало, ну, бурю, так скажем, эмоций. Сейчас этот вектор сильно меняется. Как вы думаете, это связано с факторами, скажем так, глобального такого характера? Или просто мы идем по пути, скажем так, к Калифорнии 50 лет назад? То есть мы поняли, что у нас есть отличные участки, у нас есть люди, которые готовы на этих участках работать. И мы движемся в сторону качественного виноделия, вот именно, ну, в таком формате, скажем так, неглобальном. Безусловно, я думаю, что здесь, как говорится, сложились звезды, да, то есть есть объективная реальность. В виноделии очень долгий инерционный процесс. От посадки винограда до получения первого урожая проходит, там, 3-4 года, потом еще несколько лет у тебя уйдет на пробы с точки зрения отработки лучшей технологии, чтобы получить хороший результат, и мы получаем, там, 7-8-10 лет от принятия решения до получения, там, готовой бутылки вина. Безусловно, в сегодняшнем динамичном мире это сложно, это долго, это требует какой-то терпения, инвестиций. Ну да, от сегодня и быстрее. Да, процесс тоже не дешевый, скажем так, и если мы возьмем период, там, лет 10 назад, то, конечно, там, в российское вино в те времена мало кто верил, и все говорили, да, ну, у нас солнце не так светит, у нас люди не умеют работать, вообще вино, ну, вы что, какое вино там? Во Франции, в Италии, вот там вино, в России откуда оно может быть? Ну, прошел период времени, отрасль стала активно развиваться, плюс, хочу сказать, что государство в этом направлении очень много делает для того, чтобы, скажем так, и помогать в развитии новых предприятий, вне зависимости, там, от формы, собственности, от размера, от количества гектаров. Есть прекрасная программа субсидирования новых посадок, то есть, когда ты сажаешь виноград, ты вынужден, там, 3-4 года, особенно, если у тебя, ну, вот, со старта начинаешь проект, у тебя ничего нет, ты только посадил и ждешь, и ты до первого урожая должен за лозой ухаживать, поставить шпалеру, каждый год, там, ее подрезать, подвязывать, то есть, это люди, техника, все остальное, конечно, это достаточно дорого. И вот государство частично какие-то количество денег тебе возвращает вложенных в виноградники. Это очень здорово, и это действительно хорошая помощь. Плюс были приняты законы с точки зрения, как бы, упрощения получения лицензии именно для маленьких предприятий. Это тоже, я считаю, очень такой, очень важный, серьезный шаг. И в целом, как бы, выстраивается некая система российских апеллисионов, можно это так назвать, потому что есть категория вин, защищенных по номинованию места происхождения ВЗНМП, есть вин, защищенные у географического указания ВЗГУ, создана федеральная саморегулируемая организация. Конечно, это работа только на начальном этапе, предстоит еще много чего сделать, но, тем не менее, какой-то фундамент, какая-то база уже заложена, и я думаю, что в будущем это все позволит выйти на достаточно хороший уровень. И, конечно, вот последние там несколько лет, начиная, наверное, с ковидных, когда там объективно страна оказалась в изоляции ввиду пандемии, многие люди и приехали к нам в винодельческий регион, посетили большое количество гостей, было в 2020-2021 году, плюс наверняка там они стали пробовать эти вина потом здесь в Москве и в ресторанах, где-то в других магазинах искать, и это прям чувствуется, что интерес, он растет с каждым годом, он ярче, больше, и я думаю, что очень хорошая у нас тенденция для того, чтобы занять правильное место на российском рынке. Да, я соглашусь с мнением, что, в общем-то, вино это гастрономия, это эмоции, но это еще и путешествия, это новые регионы, это возможности посетить разные места производства, попробовать это там, в общем-то, где оно производится и растет, и это вызывает много эмоций. Я, честно говоря, в 2019 году мне удалось практически три недели путешествовать по Краснодарскому краю в близлежащих территориях, чтобы посетить много производств, но, грубо говоря, сейчас, наверное, это действительно совокупность факторов, как вы правильно заметили, и мы понимаем прекрасно, что доступность с точки зрения длины и дистанции посещения, то есть, если раньше, грубо говоря, многие мечтали о холмах Тосканы и, там, не знаю, туманах Пьемонта, то, в целом, сейчас, почему бы на уикенд или на непродолжительное время не отправиться в Севастополь, Крым, Краснодар и посетить... Ростов. Ростов, да. Производство винодельной и пообщаться напрямую. Я так понимаю, что вы достаточно открытый человек. Да, мы принимаем гостей, это, считаю, один из важных факторов, как раз именно с точки зрения популяризации и продвижения брендов, потому что для маленьких хозяйств тяжело, допустим, иметь какой-то большой рекламный бюджет, продвигать свою продукцию где-то там на телевидении, еще раз, ну и, по сути, там у нас реклама алкоголя, она запрещена. Для вин, для российских вин сделаны там поблажки, исключения, но все равно это очень такая узкая история, она не охватывает широкие массы. И вот та история, когда ты принимаешь у себя гостей, они дегустируют вино, они становятся своего рода такими небольшими твоими амбассадорами, потому что они потом возвращаются к себе домой, они рассказывают своим там друзьям, знакомым, вот мы были в виноделах, нам очень понравилось, попробовали вино, рекомендуем. И действительно, многие потом становятся прям такими друзьями, постоянными клиентами. Это такая хорошая история. Ну это здорово, это про людей, про эмоции, про, грубо говоря, какие-то именно взаимоотношения уже с точки зрения такой истории. Давайте потихонечку перейдем к винам. У меня возникает два вопроса. Первый, мы его вначале уже затронули, каждая бутылка, в общем-то, подписана вашим именем и фамилией. Были ли идеи создать, ну, какой-то, скажем так, бренд, название, или вы сразу решили, что вы на каждую бутылку будете наносить свое имя, фамилию? Конечно, это очень важный вопрос, потому что, когда мы в 2010 году планировали выпустить на рынок первые наши вина, встал, конечно же, вопрос о том, какой будет бренд, как будет это вино называться. И я на тот момент был, как бы, склонен к тому, чтобы найти какое-то географическое название, как это устроено во всем мире, потому что вино это всегда связано с конкретной территорией, с темп-теруаром, с той землей, где оно рождено. И я стал искать, как бы, какие-то красивые названия местности, там, каких-то холмов, гор, там, рек и других историй, которые вот находятся там, где растут мои лозы, мои виноградники. Но так оказалось, что вот как-то очень бедно было с точки зрения таких историй, а те, которые на слуху термины, они уже были заняты какими-то другими там большими производителями, то есть патентное право, кто первый там эту историю придумал, тот и затем этим пользуется. Поэтому ничего подходящего не оказалось, я в раздумьях стал там перебирать другие какие-то моменты, и супруга моя, она говорит, напиши свой имя на этикетке, что ты думаешь? Я говорю, ну, не скромно, потому что мы только начинаем, если бы я уже был какой-то состоявшийся винодел, там, можно было это сделать, а для начала, мне кажется, это немножко такая история не совсем правильная. Она говорит, а примеры такие есть вообще в винодельческом мире? Я говорю, конечно, многие вины очень известные выходят под именем или винодела, который сейчас с этими винами работает, или каких-то предков, которые там в семейной предприятии несколько поколений назад сделали первыми шаги в этом направлении. Она говорит, ну вот, прекрасно, поэтому пишем, Олег Репин. Я говорю, ну, слушай, но все равно, ну, мне немножко не это самое. Она говорит, наоборот, вот если ты свое имя на этикетке напишешь, у тебя будет определенная ответственность, и ты плохое вино постесняешься налить в бутылку, где написано на этикетке твое имя. То есть это такой гарант доверия, скажем так, с точки зрения покупателя и гарант высокого качества с вашей стороны? Ну да, некий знак качества. Раз человек расписался на бутылке, значит, он несет, в первую очередь, ответственность за то, что там внутри. Да, прекрасная история, друзья. Мне кажется, что если вы где-то написали свое имя, надо обязательно нести ответственность за то, что вы делаете, и делать это обязательно хорошо. Я давайте затрону, наверное, такую тему. Мне кажется, что для многих это важно. Как мы понимаем, в нашем виноделе есть большое количество, не очень известных сортов винограда. Вы, я так понимаю, работаете больше с международными сортами винограда? С чем это связано? Мы знаем, что есть автохтоны. Мы понимаем, что эпоха того виноделия, назовем это СССР, где там делалось большое количество вина из местных сортов. Но вот здесь, как вы нашли баланс, понятно, что, наверное, вот тот теруар, он, в общем-то, определяет выбор сорта винограда и та возможность раскрыть его лучшие качества. Но вот расскажите, почему, или, может быть, есть какие-то эксперименты в этом формате? Да, действительно, у меня сейчас в линейке в основном вина из международных сортов винограда. Из белых мы сейчас работаем Рислинг, Пену Блан, из красных Пену Нуар, Сера, Каберне Савиньон. Поэтому это все французские сорта, которые к нам, конечно же, были завезены еще давным-давно. Они прекрасно адаптированы к нашим условиям. Уже есть опыт работы с этими лозами и, в принципе, вина, которые из них получаются, они прекрасны, они хорошего уровня, но они со своим лицом, с крымским, севастопольским характером. Но я всегда за то, чтобы всегда была какая-то местная специфика, местная история. Крым в этом плане достаточно уникальный регион, потому что у нас есть своя история с местными лозами. Порядка 80 сортов местных крымских. К сожалению, количество их очень маленькое. Большая часть этих сортов находится в коллекции Института Магарач. И, допустим, купить какое-то количество саженцев, посадить экспериментальный участок, сделать какое-то вино. Иногда даже не представляется возможным, потому что там всего-то растет 3-5-7 лоз. То есть это такое небольшое количество. И для того, чтобы сделать вот эту работу по наличию посадочного материала, чтобы виноделы и виноградари могли это где-то приобрести, у себя высадить, здесь уже вот нужна такая государственная программа, чтобы изучили эти сорта, сказали, эти подходят для виноделия, эти не подходят, поэтому их размножили и предложили уже виноделам для работы. Но мы в этом направлении активно тоже как бы ищем какие-то интересные моменты. И у меня на винограднике высажен такой сорт, правда, можно его условно назвать автохтоном, потому что по российскому законодательству автохтон – это сорт, который либо исторически в этой местности родился, и с древних времен люди с ним там работают, культивируют его, либо сорт, который вывели, но которому больше 100 лет. Вот есть прекрасный сорт трубинового могорача, кстати, ему скоро 100 лет исполнится, то есть он уже официально будет в статусе автохтона. Он был получен в 1929 году в Институте Могорач, ученые советские этот сорт вывели, и вот у меня он растет на винограднике, и в следующем году, вернее, в этом году мы соберем первый урожай и сделаем из него вино. Поэтому такая интересная история. И мне нравится работать с местными сортами, потому что это всегда интересно, это всегда уникально, это неповторимо. Удивить, скажем так, когда ты работаешь с международными сортами винограда, тебя всегда будут сравнивать с лучшими образцами, которые делают в мире, и, как правило, это место, где этот сорт родился. Рисанг тебя будет сравнивать с Германией, там Пену-Нуар с Бургундией, Каберне-Савиньон с Бордо. А когда ты начинаешь работать со своей историей, то есть это уникально, это интересно, это неповторимо, поэтому я за то, чтобы максимально было представлено именно наших сортов. Но их пока мало. Ну, мы надеемся, что их будет больше, и вот та аутентичность и уникальность поможет, наверное, и раскрыть лучшие характеристики этих сортов в той местности, где им хорошо, и привлечь больше внимания. Мы, наверное, так косвенно затронули такой вопрос про сравнение и про ориентиры. Скажите, есть ли у вас какие-то ориентиры, когда вы, ну, скажем так, придумываете вино, или это вот больше, опять же, воплощение таруара вашего видения, или вот, ну, грубо говоря, мы понимаем прекрасно, что есть большое разнообразие вин в мире. Мы за аутентичность и уникальность, но, как вы правильно заметили, когда вы работаете с международными сортами, есть уже какой-то накопленный опыт. Вот здесь расскажите, какое у вас мнение? Смотрите, я всегда говорю, что моя философия вот в работе в нашем маленьком хозяйстве, она описывается одним простым предложением. Вино создаётся на винограднике. То есть основная работа, она происходит в поле, потому что есть виноградная лоза, есть теруар, и ты должен выстроить такую модель, которая позволит тебе получить максимальное качество, при этом, ну, с какими-то минимальными трудозатратами. Потому что это не то, что там не нужно работать, там, посадил лозу, и она сама себе растёт, а именно найти вот такую модель, когда лозе комфортно, когда этот сорт винограда адаптирован к климатическим условиям, которые у тебя в регионе находятся, когда вино, которое из этих ягод ты потом сделала, оно как бы наилучшим образом и с точки зрения уровня качества, и с точки зрения, как бы, отражения этого теруара. И вот здесь это самая важная история. То есть лоза, работа в поле, баланс компонентов ягоды при созревании. То есть, ну, это такие простые вещи. Они звучат просто. Мы понимаем, какая работа занимается. Каждый элемент можно раскрывать там и много на эту тему говорить. Ну, вот это примерно так. А на винодельне достаточно, ну, простой процесс. Он за много тысяч лет, он абсолютно не изменился. Люди придумали просто пресса там, ёмкости, какие-то механизмы для того, чтобы облегчить себе работу. Но сама суть ферментации, когда виноградный сок превращается в вино, здесь мы никак не можем на эту природную магию повлиять. Поэтому вот так. Не надо абсолютно. Опять же, надо стараться, чтобы минимально вмешиваться в этот процесс. Это как рождение ребёнка. То есть, ну, вот врач, он что-то помогает появиться на свет новому человеку, так и винодел. Его задача просто направить этот процесс в правильном и нужном русле. Скажите, как много людей работает на винодельне? У нас, мы в этом году только сейчас достроили винодельню. И сейчас начинаем, ну, вернее, готовим пакет документов для получения лицензии. И первый урожай 23-го года, это будет уже вот на собственной винодельне. Ещё раз возвращаясь к тому, что это долго, достаточно дорого, инвестиции, время. Поэтому мы прошли вот за 13 лет такой путь. И дошли только до виноградников и до своей, собственно, винодельни. Вот. Поэтому коллектив у нас небольшой. У нас работает три виноградаря. На наших, там, шести с половиной гектарах плодоносящих виноградников. Есть привлечённый механизатор, который приходит и на тракторе выполняет все необходимые работы, связанные с техникой, плюс бухгалтер. Есть на винодельне я, как главный персонаж, отвечающий за все процессы, которые там происходят. С прошлого года у меня появился помощник. Моя дочь, она окончила Антимиряевскую академию, решила продолжить нашу семейную историю. И она теперь является полноценным членом команды. Ну и ещё там на период уборки урожая мы можем к себе каких-то дополнительных людей, волонтёров, которые помогают на сборе, на переработке. Поэтому коллектив небольшой. То есть вот, по сути, там в районе 10 человек, которые у нас на винодельне обеспечивают. На сегодняшний день выпуск там порядка 20 тысяч бутылок вина. 20 тысяч бутылок вина. Важный момент, друзья. Если у вас есть что-то под рукой, запишите. Мы прекрасно понимаем, что 20 тысяч бутылок вина – это крайне мало. И вина пользуется хорошим спросом. Поэтому не упустите возможность купить, может быть, сейчас. Пока, в общем-то, что-то можно приобрести. И тут у меня возникает вопрос. С выдержкой вин. То есть есть сейчас несколько тенденций. Ну, в связи с тем, что мир сильно убыстряется. Очень сильно меняются критерии и винные направления с точки зрения популярности. И есть, ну, скажем так, выделим два лагеря. Тех, кто выпускает на рынок уже готовые бутылки, которые уже можно открывать сейчас, получать удовольствие. И, в общем-то, вина у них, ну, вина уже сейчас, в общем-то, находится на хорошей стадии развития. И второй лагерь – это те, кто выпускает, в общем-то, достаточно молодые вина. И дальше покупатели сами решают пить их в молодом возрасте или убрать в холодильнике подвалы. Какой стиль ближе вашим винам? Или вы, например, комбинируете? У нас, в первую очередь, конечно, мы все вина сделаем с потенциалом. Для того, чтобы они хорошо, красиво развивались в бутылке. И если ты нормальный, адекватный винодел, у тебя всегда, как бы, хочется сделать достаточно интересное и сложное вино. И в этом процессе, в этой истории машину времени ничего никто не придумал. Поэтому есть определенные природные циклы рождения вина, есть стадия его формирования. Потом после розлива в бутылке оно достигает какое-то свое лучшее состояние. На этом пике оно может находиться короткое время, может быть какое-то плато, и дальше, как бы, вино уже начинает немножко уходить, терять свои лучшие качества. Вот, поэтому, наверное, 90% наших вин – это вина, которые как раз требуют бутылочной выдержки. Но так как объем производства небольшой, и мы находимся в стадии развития, спрос превышает, как бы, то, что мы можем выпускать на рынок. Поэтому, к сожалению, наши вина быстро продаются и иногда выпиваются, даже не дойдя до своего лучшего состояния. Конечно, я всегда своим гостям и любителям вина рекомендую хотя бы дать вину какую-то возможность измениться или самим понаблюдать за этим процессом. Это очень интересная и увлекательная история, когда вы себе покупаете, не знаю, коробку понравившегося вина, и раз в год открываете по бутылке и анализируете, насколько она за год изменилась, как она трансформировалась, насколько она стала сложнее, лучше, может быть, хуже. Поэтому, ну, такой достаточно увлекательный процесс. Вот, но вы правильно заметили, что мир сейчас динамичный, все хотят здесь и сейчас, поэтому мы тоже стараемся отвечать этим направлениям. Как раз вот здесь у нас стоит бутылка, которая крайняя к вам ближняя, Пину Нуар, который мы выдерживаем и ферментируем в костях из бетона. И вот это вино как раз сделано в таком формате легкого, фруктового, приятного вина, которое можно открыть и насладиться им здесь и сейчас. Друзья, если вы хотите открыть бутылку и насладиться ей здесь и сейчас, почему бы не открыть Пину Нуар с буквой «Би», очень интересная этикетка, в общем-то, бетон, я так понимаю. А давайте тогда пройдемся, у нас есть несколько бутылок на столе, что здесь, что интересного, о чем можно, в общем, сказать. Ну, здесь практически представлена вся линейка, которую мы выпускаем, про бетон мы сказали. Следующая бутылка – Пину Нуар, ну, это такой Пину Нуар классический, который уже сделан с выдержкой в дубовых бочках. Это более сложное, более многогранное вино. Вот оно как раз требует хранения, его лучше подержать в бутылке, чтобы получить максимальное удовольствие. Следующая позиция – Каберне Савиньон. Это, видите, этикетка немножко другая, и там внизу надпись «Листва». Такое красивое слово. Многие спрашивают, это связано как-то с вашим виноградником. На самом деле, интересная история. Я, когда купил землю и стал, как бы, планировать посадку виноградника, то оказалось, что этот земельный участок находится рядом с воинской частью. У военных, у них всегда есть какие-то свои секреты, шифры, позывные. И вот эта воинская часть, она имела в советские времена и до сих пор имеет позывной «Листва». Ну, у них своя эта секретная история. И вот в сельском местности все же про всех знают, поэтому ни от кого ничего не скроешь. И работники совхоза в те времена, они так и называли этот кусочек земли – виноградник «Листва», потому что он находится рядом с воинской частью «Листва». То есть это такой исторический, скажем так, название уже сопряженное с определенной историей. Да, это как раз вот именно такая терруарная вещь, как паспорт у человека, так и часто виноделы пишут название местности, где рос виноград и где произведено вино. Следующая бутылка, она такая, видите, выделяется, это флейта. Это вино из сорта винограда «Рислинг». Прекрасный сорт, один из самых лучших для нашего севастопольского терруара. Очень люблю этот сорт винограда. Давно, вот с самого начала проекта с ним работаю, является такой нашей уже визитной карточкой. Замечательное вино, поэтому всегда всем его с удовольствием рекомендую. И последняя бутылка – это вот новинка. Да, давайте здесь поподробнее. Да, только сейчас вышла на рынок новое наше вино из сорта «Пино Блан». Замечательный сорт винограда. Как вы слышали, были у меня вина из сорта «Пино Нуар». «Пино Блан» – это тот же «Пино Нуар», только в процессе своей жизни он имеет определенные мутации. И вот люди выделили, скажем так, вариативность «Пино Нуар» с неокрашенной ягодой. То есть, поэтому называется «Пино Нуар» – это черный, «Пино Блан» – это «Пино Белый». Такая хорошая история, то есть, как вы в начале нашей беседы спрашивали по поводу того, что сорта малоизучены, сорта неизвестны. Вот с «Пино Бланом» как раз можно такой пример привести, сорт, который совершенно как бы новый. Только вот сейчас некоторые виноделы начинают пробовать с ним работать, делать из него вина. И мне кажется, замечательный такой вот образец для того, чтобы и познакомиться с сортом, и посмотреть, каков потенциал, какое интересное вино можно из него производить. Друзья, это новинка. Я так понимаю, что, в общем-то, объем производства пока крайне небольшой. Поэтому не упустите свою бутылку «Олег Репин», «Пино Блан», «Новинка» и познакомитесь с сортом. И, в общем-то, попробуйте. Каков эксперимент на вкус. Да, сформируйте свое мнение. Почему нет? Я считаю, что любой опыт ценен. У меня возникает вопрос, если к форме бутылок «Рислинг» и «Пино Нуар» никаких вопросов нет, и даже к «Пино Блану» у меня тоже, почему «Каберне» в бургундской бутылке? Это связано с тем, что, когда я начинал, у меня были сорта как раз бургундские. Да, был «Пино Нуар», «Сера», здесь ее нет среди этих образцов, она растет на винограднике вместе с «Каберне Савиньон». Это тоже ромский сорт, и тоже он традиционно в бургундскую бутылку. И так как проект был совсем маленький, то для маленьких предприятий лишняя история с отдельной коробкой, с отдельной бутылкой, это всегда сложно. Поэтому мы купили бургундскую бутылку, и «Каберне» тоже стали разливать в нее. Сейчас это уже исторически так сложилось, и в принципе вопрос по поводу того, почему у вас «Каберне» в бургундской бутылке никто не задает, всем все нравится. Ну, видимо, я единственный, кто придумал этот вопрос и задал. Просто, конечно же, мы визуально, скажем так, когда ты подходишь к полке магазина или выбираешь вино, ты формируешь еще некое мнение исключительно из того внешнего вида, который ты видишь. Поэтому мне показалось, что вопрос достаточно уместный, может быть, в дальнейшем вы его обдумаете, и мы увидим какую-нибудь ограниченную, лимитированную серию вина-листва в бордовской бутылке. Я думаю, что вполне возможен вариант, так как у нас красных сортов становится больше. Я рассказал про рубиновый Магарача, есть еще небольшой участок Саперави. То есть, возможен какой-то бленд. Пока все вина у нас сортовые, мы работаем с каждым сортом в стопроцентном варианте, смотрим на его возможности здесь и сейчас. А история про ассамбляжный вин, она тоже очень интересная, и можно в этом направлении будет поработать. Почему нет? Мне кажется, это очень интересно. Любые эксперименты достойны внимания, если во главу угла ставится качество. Такой еще, наверное, не очень приятный, может быть, вопрос или где-то провокационный. Есть большое количество примеров российского виноделия. Я обобщаю и ни о ком конкретно не говорю, когда мы понимаем, что при высоком спросе люди пытаются увеличить количество и объем, ну, скажем так, уменьшая качество. Я прекрасно понимаю, что у вас уникальное производство, маленькое, семейное, не больше 10 человек, в общем-то, и вы стояли у истоков. Как вы вот относитесь к этой, скажем так, тенденции? Это не только тенденция российского виноделия. Мы прекрасно понимаем, что и в Испании, и в Новом Свете, и во Франции люди при большом спросе не упускают возможностей, но качество страдает из-за этого. Как вы вот тут могли бы, ну, обобщенно, скажем так, ни о ком конкретно прокомментировать, почему многие вот в России, в нашем виноделии вот по этому пути идут? Ну, мне кажется, это в первую очередь зависит от, скажем, от человека, который управляет компанией, от собственника или, там, генерального менеджера. То есть, если на первом месте прибыль, то человек принимает решение, что для него деньги главнее всего, но в виноделии всегда важна репутация. То есть, зарабатывать ее очень тяжело, долго, а разрушить ее можно, там, за... За несколько винтажей. Да, да. Да нет, за один винтаж можно, ну, один винтаж, может быть, еще там скажут, мало ли там погода, не повезло там еще там, вот. А если там два года какая-то история начинается непонятная, то это сразу будет очень все грустно и печально. Вот, поэтому я строю, допустим, свое хозяйство с расчетом на долгую жизнь и с той историей, что там мои дети и внуки будут заниматься этим моментом, поэтому здесь в первую очередь, конечно, все рассчитано на безупречное качество, чтобы радовать людей, чтобы каждый новый урожай был более интересным, более вкусным и не оставаться даже на какой-то вот одной, на одном уровне, а постоянно расти, постоянно развиваться, постоянно каждый год давать что-то более интересное, что-то более лучше. А все, что касается тех людей, которые пытаются на этом заработать, ну, был такой пример в 2014 году, когда Крым стал российским и, соответственно, люди сразу, а что там в Крыму есть вино, давайте попробуем, давайте там купим. И люди, особенно вот на таких разных больших крупных предприятиях, которые воспользовались этим, начали там с надписью Крым продавать непонятно что, это сыграло очень такую серьезную, серьезный минус как раз имиджу крымского виноделия. И только сейчас, вот спустя там, считайте, почти-почти 10 лет, как-то эту историю мы начинаем исправлять, показывать, рассказывать, что нет, не все так плохо в Крыму, есть разные хозяйства, и большие, и маленькие, и интересные, и на любой вкус кошелек вы, в принципе, можете найти себе вины, которые вам подойдут и понравятся. Вы сказали, что ваша дочь, в общем-то, будет продолжать ваше дело, вы сказали о ваших новинках, у нее есть свои какие-то новинки, свои видения, она спорит с вами, или все-таки еще пока, ну, скажем так, это такой баланс, или... Смотрите, да, она в прошлом году окончила Тимридовскую академию, и в рамках дипломного проекта, дипломной работы, ей нужно было сделать, собственно, вино, собственно, как дипломную работу. Поэтому можно было это сделать в виде какого-то эксперимента, совсем маленького, небольшого, но мы решили, что давай уже сделаем прямо вот какое-то вино-вино, и даже там, если оно получится интересным, продадим его потом, это самое, на рынке. Так как у нас в линейке не было розовых вин, то и она девочка, вот мы решили, что розовое вино будет достаточно интересным направлением. Она сделала 360 бутылок в прошлом году, эксперимент оказался достаточно удачным, это вино понравилось людям, разлетелось там за очень короткий период времени, как горячие пирожки, и в этом сезоне мы решили продолжить эту историю, уже как бы объем сделали такой достаточно коммерческий, полторы тысячи бутылок. И вот это ее направление, за которое она теперь отвечает полностью сама. То есть розовое вино из сорта сера, достаточно интересный образец, на мой взгляд, получился. Все прекрасно, все интересно. Она им занимается, она его представляет, поэтому... Ну, она является полноценным помощником во всех технологических процессах, помогает. Конечно, у нее есть право голоса, она может высказывать свое мнение, но окончательное решение пока еще за мной, поэтому... Ну, у нас такая демократия, мы не этот самый, не жесткий, деспотический такой вот авторитарный. Диалог и возможность услышать того, кто тебе говорит, это ценно, достойно уважения. Я так понимаю, что новинок в этом сезоне будет три? Да, у нас еще сейчас в стадии производства, подготовки к розливу, еще одно белое вино из сорта Алиготы. Тоже такая вот, хотя это международный сорт винограда, но он прекрасно себя чувствует еще с советских времен. И для Крыма, и в целом для Юга России сорт был очень популярный, очень распространенный. Единственный минус, который как бы пришел с ним из советского периода, это то, что из него делалось большое количество таких вот посредственных, не очень интересных вин. И старшее поколение, оно реагирует так, а Алиготы там, что там... Ну, что ничего хорошего в памяти не отложилось и проецирует, что... Да, что можно хорошего сделать из этого сорта. Но у меня был опыт работы, мы в 15-16 годах выпускали вины из этого сорта, они были очень интересные, и люди потом долго еще интересовались и спрашивали, а где Алиготы, почему перестали его делать, когда он снова появится. И вот в этом году мы снова к этому вину возвращаемся. Мы нашли очень хороший, прекрасный виноградник, это не наш, мы его как бы арендуем в соседнем хозяйстве. Старые лозы, 30-летние посадки, то есть это большая редкость у нас в России иметь возможность работы как раз вот с такой взрослой лозой. Ну и, соответственно, сорт сейчас тоже он в тренде, и в Бургундии на его родине, и в целом в мире вина на него стали обращать внимание, потому что тенденция глобального потепления, она как бы везде. А Алиготе, вот ему нужен немножко более теплый, более такой более солнечный климат для того, чтобы получить хорошую правильную зрелость. И вот все это складывается, поэтому мы уверены, что будет одна еще очень интересная новинка, которая обязательно людей порадует. Да, друзья, если вы следите за нашими выпусками, мы много уделяем внимания Алиготе. Сорт набирает большую популярность, где-то даже теснит классический бургундский шардоне с точки зрения его цены. Да, цена это важно, мы все прекрасно понимаем, что бургундские вина достаточно активно дорожают. Не все любят шардоне, есть такая тенденция, вот, и тут Алиготе, в общем-то, тоже имеет большие плюсы, ну и сам по себе сорт более свежий, более открытый, нежели чем шардоне. Поэтому обращайте внимание на новинку Олег Репин Алиготе. Да, оно выйдет под терруарным таким брендом, да, мы про листву рассказали. А вот исходя из того, что как бы есть уважение к возрасту лозы, то мы решили на этикетке написать старинное татарское название поселка, рядом с которым находится этот виноградник, будет Алиготе-Дуванкой. Ну, друзья, мы раскрыли все карты, в общем-то, теперь вы знаете и название, и когда выйдет, и в общем-то, я думаю, что на это обязательно стоит обратить внимание, с точки зрения даже элементарного сравнения Бургундского с нашим. 100%. Почему нет? Да. Олег, я благодарен вам, мне кажется, интереснейшая беседа, много вопросов, которые, в общем-то, теперь должны быть, друзья, вам понятны. Мы рассказали и о семейных традициях, и о терруарных, и о том, почему, в общем-то, покупая бутылку с названием Олег Репин, вам, в общем, гарантирует высочайшее качество и содержание эмоций и интересности внутри каждой бутылки. Спасибо вам, спасибо вам еще раз за то, что пришли. Да, спасибо большое, я пользуюсь случаем, всегда всех приглашаю в гости, если вдруг вы окажетесь в Краму, в Севастополе, то звоните, пишите. Будем рады вас встретить у себя в хозяйстве, покажем виноградники, проведем экскурсию на винодельни, расскажем, что и как мы делаем. Я думаю, что это будет очень интересно. Конечно, путешествуйте и открывайте все самые лучшие бутылки, не храните их в чуланах, если, правда, им не нужно пару лет полежать, чтобы раскрыть свои лучшие качества. Все, еще раз, друзья, всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok